Здравствуйте! Никто так не изменил историю человечества, как историки. Вот об этом, ну или почти об этом, сегодня у соседей Сергея Пухачева и Екатерина Иванова. Здравствуйте! А еще сегодня у нас в гостях заместитель генерального директора Руси Новгородской Ольга Шармяшвили. Ольга, добрый вечер! Добрый вечер! Соседи, мы в прямом эфире 67 97 67 и традиционно приглашаем вас присоединиться к разговору. Ольга, вчера в нашем городе открылся памятник, не памятник, но, по крайней мере, памятный знак. Карта земли Новгородской. Кто автор этой идеи? Было такое, да, вчера это случилось. Но прежде чем говорить об авторе идеи конкретной этой скульптуры, можно говорить о том, что предшествовало вообще вот этой идее. Изначально планировали сделать макет тоже из бронзы, но города Новгорода. Того же периода, это известная всем зарисовка с иконы. Иногда изображают вылазы иконы. Ведение по на Маре Терресе. Да, да, да. То есть ее просто повторить? Повторить. Или все-таки реконструировать? Вот Новгород, там пожар как раз случился в это время, нет? Повторить для того, чтобы люди видели Новгород того периода и дополнить вот этой вот дополненной виртуальной реальностью, изобретить горожан, какой-то элемент быта. И для этого мы собрали наших дорогих любимых историков Виктора Григорьевича Смирнова, Елену Владимировну Торопову и Илью Владимировича Хохлова. И думаем, давайте обсудим, как и в какие сроки это реально. И поскольку мы действительно были очень жестко ограничены временным периодом, у нас было всего несколько месяцев для того, чтобы родить эту идею, сформировать, и, собственно, чтобы появилась скульптура городская. И наши уважаемые историки сказали, нет, за такой короткий срок это невозможно. В принципе, возможно. А что, собственно, какая разница, карта или икона? А очень большая разница, потому что мы видим изображение, но оно не детальное. А для того, чтобы это действительно имело какую-то историческую основу, должны быть детали. А вот чтобы их найти, потребуется время. Как мог бы выглядеть горожанин того времени, чтобы... Ну, действительно, мы не просто показали какую-то интерактивную вещь, какой-то интерактивный объект, а чтобы это было исторически точно. Но именно на том совещании, мы уже сказали, так, мы вас не выпускаем, давайте думать... Предлагайте форму. Предлагайте, чем заменить, потому что это сделать нужно, идея должна быть. И тогда, опять же, Виктор Григорьевич Смирнов, а давайте сделаем карту вот такую, именно новгородской земли. Того периода, когда был господин Великий Новгород, когда были огромные земли, простирались они от Белого моря до Югры, аж до Уральских гор. Всем будет понятно. Великий Новгород. Мы, конечно, сразу ухватили с радостью эту идею, и работа закипела. Мы собрали экспертную группу, но она в основном, да, состояла из тех людей, которых я уже назвала. И мы очень благодарны, что они практически каждую неделю были готовы прийти. Мы их зовем, и они приходят, а когда они не приходили, мы к ним ходили. Например, как Елена Владимировна Торпова, она, конечно, очень занятой человек, но никогда не отказывала. Мы приезжали с Вадимом Николаевичем Боровых, со скульптором, к ней. Мы раскладывали эту карту, которая у нас уже была отрисована рукой, и перекладывали эти элементы, где они могут быть и так далее. — Погоди-ка, какая-то карта вот есть этого времени, 15 века? — Она легла в основу, да? — Она вот того периода как раз, от 12 до 15, до присоединения к московскому княжеству. — То есть все это выверялось, потому что есть у новгородцев, чего греха таить, такая особенность, когда что-то сделают, а потом группы экспертов начинают выискивать недостаток. А это было на самом деле не так, а вот это так, а вы сделали не так. Тут экспертам есть к чему придраться или нет? Потому что ведь эта карта основана, во-первых, на знаниях весьма авторитетных людей, уважаемых в Великом Новгороде, каких-то исторических источников. — В истории разбираются все, тут не надо быть компетентом. — Ну, в любом случае, для того, чтобы историки сильно не придирались, мы, собственно, их и собрали. Поэтому действительно выверен был каждый сантиметр. Работа шла, мы начали в апреле, в самом начале апреля, и до 24 мая практически ежедневно была работа, даже в выходные дни мы не останавливались, для того, чтобы подобрать каждый элемент барельефа, как это будет выглядеть, чем будет наполнена карта. — Ольга, а почему барельеф? То есть карта ведь это, ну, пути, дороги, города, как точки, да? То есть каждый город сопровожден, видимо, каким-то, ну, что, герб там его или что-то? — Не герб, скорее всего, символ, но у нас получается как? Допустим, Санкт-Петербург на тот момент его не было. То же самое Архангельск. И здесь уже мы дополнили это виртуальной реальностью. Но здесь немножечко не про это вопрос, а, да, действительно, у нас на каждом городе или в каждой области есть какой-то элемент, артефакт, который был найден именно на этой территории, но относился к новгородской земле того времени. — Археологический. — Археологический. В этом нам помог музей-заповедник. Огромное тоже спасибо сотрудникам. Нам предоставили целый список. Илья Владимирович Хохлов очень долго с этим разбирался. — Что где? — Что где? Что можно где разместить. Потому что где-то больше сосредоточено таких находок, где-то меньше, но тем не менее. И барельеф, который внизу карту, может быть, кто-то уже видел, он как раз отражает то, чем занимались новгородцы. — Но мы можем, да, сейчас вместе с нашими зрителями увидеть, как это действительно для тех, кого вдруг вчера не было, и как выглядит в реальности вот этот памятный знак, карта земли новгородской, также элементы его торжественного открытия. Ольга, кто вообще помогал? Вот, понятно, историки давали свои советы, высказывали свое мнение. А кто помогал в реализации этого проекта? — В реализации проекта, да, вот как вы говорите, помогали историки. Сам скульптор Вадим Николаевич Боровых и его супруга, она художник, она очень много помогала в реализации. Коллектив «Руси новгородской, что греха таить» поддержал нас по Сбербанк. То есть это действительно был подарок городу. — А что вот он, посадник или кто это, телефон направляет? — Да, вот это и есть та самая виртуальная реальность. — Да, это действительно дополненная реальность этой карты. Для того, чтобы и жители, и гости, которые приехали и смотрят на карту, чтобы им было понятно, где они находятся сейчас, где находится их родной город, если они не из Великого Новгорода, они скачивают себе приложение на смартфон, рядом стоит табличка, где можно, считывая QR-код, перейти на вот это как раз приложение, загружается эта карта, и города по мере их возникновения, там написан год возникновения, и современная карта, вот этого кусочка, который мы изображаем на большой бронзовой, как раз появляется в дополненной реальности. — Целое дело. Так а там встроены какие-то чипы, что ли, в карту? — Нет-нет-нет. — То есть просто скачиваешь приложение, наводишь смартфон на эту карту, и у тебя начинается красота. До чего техника-то дошла, Сергей Борисович? Надо сходить, сына своего взять, семилетнего, и испытать, как их-то этим завлечь. А вот один из вариантов, кстати, увлечения, завлечения новгородских детей вы предложили, а чем еще новгородцам может быть интересна эта карта? Понятно, что центр города, туристы, и в первую очередь это для них. А для новгородцев? — И для новгородцев, безусловно, потому что я не думаю, что все настолько подробно знают историю, даже дети, им интересно. И им не придется догадываться или идти специально далеко еще в музей. Может быть, нет возможности дойти до музея и посмотреть, что же это за артефакт. Есть аудиогид, который также, QR-код и ссылка на него расположены рядом на табличке. И каждый элемент в аудиогиде описан, растолкован. Откуда он, почему именно здесь? Признавайтесь, вот сами придумали это чудо-чудное, диво-дивное, или где-то подсмотрели? Мы не осудим, потому что сделано-то классно. Вы знаете, нет, безусловно, конечно, где-то есть. Есть и дополненная реальность. Однако мы говорили с нашими коллегами, кто нам технически помогал это осуществить. Они сказали, вот вы знаете, есть дополненная реальность. Но чтобы в городской скульптуре и в рамках открытого пространства вы, пожалуй, первый не только в России, но и за рубежом. То есть это не мы говорим, а говорят эксперты. Надо тогда делать, как это называется, патент? Безусловно, мы об этом уже думаем. Фиксировать какую-то. А вот в Польше все-таки есть, но надо съездить, проверить. А будет там что-то доделываться? Я имею в виду освещение, какие-то еще дополнительные элементы благоустройства? Да, освещение, безусловно. В целиком комплексного благоустройства нет, уже все закончено. Освещение, да. И освещение будет на солнечных батареях, на аккумуляторе. Это эко-освещение, потому что мы уважаем это культурный слой, центр города. Все это понимаем, трепетно относимся. Уважаем наших историков и археологов. Поэтому, конечно, такой без внедрения в грунт, как они любят, у нас будет, да, безусловно, освещение. У меня специально человек подходит, есть индикатор, сразу загорается свет, направленный на карту. Ольга, скажите, пожалуйста, вы ведь инициатор уже второй такой вещи, да, то есть Анфим, карта. Вот как новгородцы относятся к такой вот малой пластике? Городской скульптуре назовем ее. Я думаю, что очень тепло и с огромным интересом. Потому что... Ну, вот на основании чего вы такого считаете? Потому что вот, да, мальчик Анфим, который тоже недавно совершенно был в конце августа установлен, на улице Великой мы установили, торжественно открыли в пятницу, и в понедельник, проезжая на работу, я вижу, что он уже в тапочках. То есть у нас действительно люди увидели босоногого мальчика, и, конечно, им хочется так проявить свою любовь и заботу. Это ведь замечательно, что люди неравнодушны. В другой день... Значит, вот как на современном языке зашла скульптура, да? Зимой, может, и ватничек какой-нибудь там. Я думаю, без этого не обойдется. Без этого не обойдется, да. Потому что яблоки ему приносят. То есть действительно он живет своей жизнью. Древние вещи возникают. Поклонение такое. А скажите, ведь вчера, помимо такой церемонии, торжественной открытия, прошел еще и виртуальный урок истории, когда новгородские школьники смотрели онлайн-трансляцию, и слышали эти истории, идею создания памятника о новгородской земле. У вас уже есть отзывы о том, как получилось? Вот приняли такую форму наши школьники, которые не только по учебнику, но и как-то живьем. История оживает. Да, вообще такая идея была очень интересная. И она родилась, честно сказать, спонтанно. Наталья Юрьевна Амарова, генеральный директор нашей организации, она говорит, давайте-ка мы сделаем вот такой урок. Потому что сейчас погода не очень благоприятная. Хотелось бы детям показать, чтобы они простояли целый час, да и не подойти всем, там места не очень много. Но хотелось бы всем показать, как бы вот это сделать интересно. И решили сделать вот такой открытый урок, прям онлайн-трансляцию с ведущими прекрасными. На тему. На тему как раз новгородской земли того периода. Причем ведущие подали это очень интерактивно и интересно. Для детей мы предварительно поговорили со специалистами, для кого такой урок, для какого возраста будет он интересен. Четвертый и восьмой класс. Вот как раз вот этот вот период возрастной. И, собственно, действительно трансляция была, мы благодарим Новгородское областное телевидение, кто нам помог это осуществить. И мы не ожидали, что будет такое количество просмотров. То есть сейчас можем говорить, что это 42 тысячи. И это только просмотров от эфира Новгородского областного телевидения. А он длинный получился сколько? Да не очень, он получился порядка 20 с небольшим минуту. Интерактивная форма. И был рассказан практически каждый барельеф, каждый участок, поделенный на образование, торговля и прочее, подано как раз так информативно, в такой игровой форме. Подожди, Ольга, я знаю, что федеральный центр, столица наша, до сих пор, можете себе представить, немного с подозрением относится к Новгороду, к его когда-то бывшей вольнице. Вот это так. Не будет ли расценен, как очередное расчесывание великого прошлого, провинции, которая нынче и так далее? Я думаю, что нет, потому что... Ну почему бы нет? Господин Великий Новгород и Великий Новгород, он существует. Да существует, но ревность столицы, это еще Иван Грозный доказал. Ревность столицы опасна. Ну, тем не менее, будем стараться преподносить наш город таким, какой он есть. И недаром, я думаю, что во главе скульптуры стоит памятник Святой Софии, скульптура, часть скульптуры, это именно изображение Святой Софии, где София, там и Новгород. И даже в дополненной реальности, если кто-то будет внимательный, летит голубь, пролетая над всей новгородской землей, он садится как раз на крест Софии. Ну что тут можно, Сергей Борисович, в чем упрекнуть? Да, а вот об этих малых скульптурах. Раньше у нас, знаете, декларировалось Великий Новгород, Родина России. И вот живите, да, с этой короной на голове. А вы сейчас, я имею в виду туристический офис Русь-Новгородская, несмотря на то, что это не совсем ваш профиль. Вот такая теория малых дел. Вот Мальчик Анфим, карта новгородской земли. На ваш взгляд, такой подход небольших, но очень важных дел, которые уже полюбились новгородцам, результаты этих дел, он когда даст плоды свои? Когда, ну, то есть вот помимо появления двух памятников, мы ощутим, что отношение к туристической отрасли в Новгороде реально меняется? Вы знаете, мы уже чувствуем, что она меняется, потому что мы смотрим статистику, и мы понимаем, что за последние мероприятия, которые были проведены, я говорю о событийных мероприятиях, у нас была практически стопроцентная загрузка отелей. То есть люди хотят заехать... Не находитесь ли вы в плену иллюзий насчет стопроцентной загрузки отелей? Но, тем не менее, статистика, мы запрашиваем данные, то есть мы не прикидываем на глаз, а действительно работаем в этом направлении. Но мы также выезжаем на выставки, мы встречаемся с экспертами и в других регионах, и на какие-то другие мероприятия. Сейчас мы собираем информационный тур, и мы не можем просто ограничить поток желающих приехать. Действительно, огромных специалистов и журналистов, и тех, кто работает в отрасли туристической. Я думаю, что Новгород стал очень заметен сейчас, и Новгородская область. Вот призвемся на этой ноте, Сергей Борисович, на рекламу, а ты подготовишь вам возражения свои. Я буду готовиться. Соседи, не переключайтесь, мы снова с вами после рекламы на НТ. Компания «Новлайн». Высокоскоростной интернет. Кабельное цифровое телевидение. IP-телефония. «Новлайн». Телекоммуникационные услуги для дома и офиса. «Великий Новгород». Воскресенский бульвар 4. Телефон 502-500. На Велико-Новгородский мясной двор в связи с расширением и увеличением объемов производства требуется медицинская сестра, наладчик производственного оборудования, аппаратчик, расфасовщик мясопродуктов, укладчик-упаковщик, уборщик цеха. Обращаться по телефону 680-530. Поликлиника «Диамет» предлагает жителям Новгородской области по субботам 10-процентную скидку на все услуги. Звоните 62-43-09. День сменяет ночь. Зиму сменяет весна. Меняетесь вы. Мы остаемся с вами. 10 лет в вашей такси. Три семерки, три шестерки. Всю осень стоматология «Добрый доктор» дарит подарки детям. После посещения врача-терапевта каждый ребёнок одной семьи получает подарок на выбор родителя. Дети здоровы, а мамы довольны. Узнать подробности можно по номеру 22 16 11. Прямой эфир «Соседи» и слушаем наших зрителей. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Меня зовут Лариса. Я хочу поблагодарить за создание вот этих объектов малой скульптуры. Они очень интересны. И у меня небольшое предложение по поводу Анфима. Там очень интересное получилось площадка и место. И в плане интересно посмотреть, и, естественно, хочется сфотографировать. И я, когда стала фотографировать, хочется выбрать удачный ракурс для фотографирования, чтобы и мальчик Анфим был в кадре, и чтобы вот эта вот надпись на постаменте была в кадре. А предложение-то в чём? Нет. И если бы выбираешь удачный ракурс, сразу попадает скамеечка. На скамеечке сидят люди. И поэтому вот у меня предложение рассмотреть вопрос, скамеечку переставить с правой стороны на левую, чтобы сохранять вот этот удачный ракурс для фотографирования. Да, Лариса, спасибо. Наталья, да. Можете вымешаться теперь переделать. Ольга, да, мотайте на ус. Это пожелание. Это несложно. Я думаю, что мы даже завтра займёмся обсуждением. Почему бы нет, чтобы да. Почему бы нет, если действительно. По сети разлетаются удачные селфи. Конечно. Скажите, вот о будущем. Что вы затеяли, задумали? Вот в этом русле что-то будет продолжаться? О чём можно сказать? В рамках именно городской скульптуры нам понравилось. Работать с этим нам понравился. Этот опыт, тем более он очень ценный. У нас есть какие-то идеи ещё. Неплохо бы иметь спонсоров для их воплощения. И мы готовы к идеям, мы открыты к обсуждениям. Пока конкретных идей, которых мы точно знаем, что тогда это будет сделано, пока нет. Но у нас есть идея скульптуры, которой не удалось воплотить. Это именно Береста. Я вообще за неё голосовала, когда пошла битва между Анфимом и Берестой. Но, Ольга, есть же оригинальные подходы к истории своего города. В Смоленске по ним буква «А» и так далее. Можно русскому рублю здесь что-то придумать, коль скоро он здесь родился. Ну, есть Анфим, Береста, вот отзвучалось. Опять. Ну, тут ведь, понимаете, о чём я говорю. Да, конечно, что-то уникальное. Но, кстати, о рубле, если мы говорим, как раз возвращаясь к новгородской земле, там действительно есть рубль. Именно пожелания Андрея Сергеевича Никитина, как раз, когда он увидел, вот макет у нас уже был сделан один к одному, надо бы о первом рубле. Можно с юмором как-то подойти, ну, неформально. Да, конечно, возможно. Можно, и мы думали, например, сделать как раз Бересту и сделать имитацию раскопа, как раз, чтобы это было органично и тоже на каком-нибудь проходном месте в городе. Чтобы люди представляли, как это. Да, чтобы это было интересно. То есть, чем интересна городская скульптура вот в таком наполнении, чем больше деталей людям интереснее, им интересно смотреть. Анфим взял вот своей добротой, теплотой, какой-то душевности. Тем привлекательнее скульптура. А так она тянет на памятник, начинается сурьезность. Да, и слишком серьезный подход. А памятник этому сантехнику, это вот лучший пример городской скульптуры. Малая архитектурная форма, да, действительно. Да, если говорить, это все, ну, в первую очередь для туристов, а мы соседи, для новгородцев. И учитывается ли мнение новгородцев? Ведь одно дело, когда туристу, да, туристочка на мосту пришлась по душе, или мальчик Анфим, а другое дело, когда новгородцы начинают проявлять заботу, ведь вряд ли туристы обули Анфиму в тапочке и принесут ему, когда похолодает, шапку. Когда скульптура действительно становится частью города и неотвемой частью жизни горожан. Вот это вы учитываете? Да, безусловно, потому что когда мы начинаем, мы начинаем с эскиза, идея и эскиз, и как раз в эскизе мы пытаемся наполнить будущую скульптуру вот такими акцентами, какими-то действительно притягивающими к ней нотками, чтобы к ней было прийти интересно, посмотреть, и чтобы она стала символом, потому что, например, туристка, она действительно стала символом. Символ чего? Нашего города. После того, как с ней премьер сфотографировался на фоне Кремля, да? Ну, почему? Может быть. Ну, как русалочка стала Копенгагена символом, да? Вы думаете так? Даже на таком уровне? Ну, мы даже не думаем, мы уже об этом знаем. О том, что когда мы встречаемся с коллегами из других городов, у них практически у всех есть фотография с туристкой, с отдыхающей, и даже символом регионального экспортного бренда туристочка тоже является. Она есть в инфографике. Потому что она пользуется спросом, она интересна. Да, казалось бы. Интересно, казалось бы, да. Ольга, у нас не так много времени до конца эфира. Какие события в ближайшее время для гостей, ну и для новгородцев в копилке Руси Новгородской? В ближайшее время для гостей это... Сейчас мы открыли центры, и мы их ждем, туристские информационные центры по области. Да, по области, их теперь четыре. То есть там наши девочки рады сразу встречать, как гостеприимные хозяйки. Поэтому всех туристов мы ждем. Для горожан это, безусловно, знакомство с новыми малыми архитектурными формами. И мы готовы к идеям. Может быть, к нам обратятся в офис, мы будем думать вместе с горожанами. Может быть, у них есть какие-то идеи новые, неожиданные. Мы готовы их обсуждать. Про скамеечку передвинуть не забудьте, пожалуйста, пожелания от наших зрителей. Ольга, благодарим вас. Успеваю только напомнить, что сегодня у нас в гостях была заместитель генерального директора Руси Новгородской Ольга Шармиашвили. Спасибо, всего хорошего. До встречи в эфире НТ. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok